привет всем у нас большое событие больше тысячи подписчиков на нашем канале по этому поводу какое-то время назад мы предложили вам задавать вопросы и получили множество замечательных вопросов на которых я сегодня хочу ответить большое вам спасибо мне очень нравилось думать об этих вопросах и я надеюсь что вам понравятся мои ответы и так я хочу начать с вопросов тейлор браун и если можно я объединю их потому что ответ будет один буддизме нет я нет чего-то что обладает самобытием значит некому страдать так если некому страдать то никто не страдает таком случае не является ли сострадание несовместимым с буддизмом качеством так как и некому страдать похоже люди заблуждаются где-то в глубине сострадая кому-либо ведь нет я нет личности нет сущности явлений если индивидуальное сознание философии буддизма или это иллюзия подобно иллюзии личности индивидуальности так я думаю стоит все-таки начать в том с того что буддизме есть я есть сознание будда не отрицал наличие сознания наличие личности наоборот он предупреждал что не стоит впадать в негативизм утверждать что всего этого нет утверждение будды заключается в том что это все не постоянно сознание возникает и угасает личность меняется со временем но тем не менее если вы живой я так понимаю чтобы живой то у вас есть тело у вас есть сознание у вас есть шесть органов чувства воспринимаете этот мир и конечно у вас есть личность да через год все это изменится ваше тело может станет более больным может станет более здорово может вообще умрет личность может угаснуть и так далее но тем не менее сейчас у вас это все есть это ваша реальность из этого мы исходим утверждать что всего этого нет ну простите до кокетства потому что кто это утверждает реальность страданий таким образом проверить очень легко можно прищемить себе пальцы дверью и проверить попробовать потом убедить свое тело что мы на самом деле не больно потому что вы не существует но конечно это не получится если вы чувствуете боль значит страдания для вас увы реальны это идет в нагрузку к телу сознанию личности всего хорошая новость это так не навсегда если вы достигнете нирвана то это реальность действительно перестанет для вас стать будет быть реальностью да тогда она для вас действительно наконец-то станет иллюзией но это только если вы пойдете в нирвану буду очень поэтично кстати сравнивал дхарму с плотом на котором мы переплываем переправляемся на тот берег и вот мы переправимся она нам будет больше не нужно нам уже можно будет его оставить и идти дальше то есть получается что все то чему учит будто применимо для нас как мы вот сейчас вот существуем возьмем нирвану но для нас применимо уже не будет но сейчас мы барахнемся водички значит страдания для нас существует как и все остальное почему важно сострадание именно в таком разрезе сострадание важно потому что это является выходом для нас за пределы ну вот этого вот ограничивающего нас собственного сознания личности тела и так далее когда вы сострадаете когда вы сострадаете другому человеку то вы не думаете о своих страданиях и только своих страданиях уже выходите за предел вас начинает волновать не только благополучие своей тушки но и какие-то другие вещи поэтому это важно опять же если вы сострадаете других другим то вам сложнее себе карму испортить потому что вы тогда не будете все таки исключительно заботиться о том чтобы сделать себе хорошо не будете по этому поводу там не знаю воровать убивать и так далее получается что сплошные плюсы поэтому нет сострадание важно это очень важная часть буддизма как и страдания в общем-то так следующий вопрос у нас от ксении мельник и вот на них я буду отвечать по одному потому что они длинные и проразное первый вопрос когда я заинтересовалась буддизмом когда я принимаю это его видение мира я сильно расслабилась относительно смерти мне нравится теория перерождения потому что я люблю жить и я рада что когда-нибудь снова проживу жизнь человека но буддизм идеально конечная точка пара нирвана то есть выход за пределы цепи перерождения исходя из этого нормально ли буддисту не хотеть достигнуть пара нирвана нирваны говорит ли это о том что этот человек не может в принципе называть себя буддистом да конечно конечная точка это нирвана однозначно по идее по идее все буддисты должны стремиться к нирване и понимать что это лучшее что может быть тем не менее в мире существует очень много буддистов и далеко не все из них я бы даже сказала подавляющее большинство из них вовсе не предполагает что они в течение этого перерождения достигнут нирван для очень 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 многих буддистов буддизм это способ привести себя к более хорошему перерождение и заявляется это открытым текстом в первую очередь конечно это амидаисты последователи джо до щи ищу джо до щу и так далее да то есть буддизма чистой земли которых между прочим в японии в той же большинство которые видят свою целью перерождение в чистой земле вот все остальное да это уже будет после перерождения после чистой земли мы уже будем думать как дальше в нирвану войти но наша цель это войти в чистую землю это первое но если уж на то пошло то даже среди тех же последователей таравады мне попадалось немало людей которые честно говорили причем был прекрасных людей там очень крутых практиков которые говорили что я очень сомневаюсь что нирвана мне светит в этом перерождении может быть следующем но не в этом поэтому вы в хорошей компании может быть когда нибудь все изменится и вы захотите именно войти в нирвану я думаю у вас для этого еще времени хватает но пока почему бы нет если вас это устраивает замечательно следующий вопрос читая про буддизм я часто вижу упоминания о богах однажды даже увидела видос про какие-то смертные грехи из-за которых человек пойдет в ад хотя везде говорится о карме перерождение колесе сансары так вот непонятно как могут существовать боги если в очень многих источниках говорится что буду вообще не освещал этот вопрос но в храмах все равно есть служение этим богам в итоге боги есть или их нет в учении буддизма но и рай садом во первых будто этот вопрос освещал буду упоминал богов минал практически честно говоря и сейчас на вскидку даже не вспомню ни одной с утра где он их не упоминал везде упоминал в том числе в источниках в палитском каноне упоминал тут вот весь вопрос в том что это за боги и смотрите для людей выросших ну скажем христианской культуре бог это кто-то такой очень всемогущий всемогущий всезнающий очень очень крутой и по всей видимости еще творитель вселенной обязательно но в политоистических религиях боги не всемогущие не всезнающие у них есть свои ограничения даже можно убить если очень постараться а буддизм делает еще один шаг и утверждает что боги это даже не самое крутое что может быть будда это круче и более того родиться человеком это в общем-то даже лучше чем родиться богом потому что у человека больше шансов стать буддой у богов с этим не очень почему с этим не очень потому что они слишком хорошо живут они очень долго живут они практически не страдают поэтому они не осознают своего положения скорее всего так и не возьмутся за какую-то серьезную практику плюс они очень заняты они постоянно занимаются какими-то своими вещами которые с точки зрения будды суета сует но для богов это все очень важно но но боги могут проникнуться буддизмом и если они прониклись буддизмом то они не будут сидеть без дела они будут нам как-то помогать они могут поддерживать буддистов они будди помогали это тоже есть палистом каноне защищали буду когда он занимался практикой уговаривали его к слову сказать проповедовать буддизм и таким образом почему бы нам простым буддистам не иметь хорошее отношение с богами запросто чему нет и рай садом тоже есть рай это собственно тот самый та самая сфера существования в которой живут боги ней можно переродиться это будет очень круто но в конце концов не так круто как переродиться человеком потому что напоминаю очень долго проживете все будет замечательно потом опять перерождение новое и оно будет уже не такое клево от это тоже сфера перерождения в ней можно переродиться если вы очень 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 плохо живете вот совершаете те самые смертные грехи но это не совсем я не знаю как можно перевести приводить именно как грехи буддизме деяния скорее в общем если вы очень плохо живете то вы можете переродиться в аду но это тоже будет не навсегда. Это будет очень надолго, но потом опять перерождение. Ну перерождение опять же тоже так себе, потому что в аду не очень получится накопить хорошую карму, но тем не менее это тоже всего лишь перерождение. Так что боги есть, рай есть, ад есть. Так, следующий вопрос. В каком-то из видео я услышала высказывание, если буддист идет по дороге и видит, как кто-то избивает ребенка, он должен будет просто пройти мимо. Пример утрирован, но предполагаю, что речь идет о несуетливости, равнодушии буддистов к происходящему вокруг них. И теперь вопрос, насколько этот пример имеет место быть? Ну это, конечно, утрированно, но я понимаю, на чем это может быть основано. Дело в том, что для буддиста, особенно если это монах, лучше держаться как можно дальше от всякой мирской суеты. Чем дальше ты от нее держишься, тем лучше. То есть не влезать во всякие конфликты и во все остальное, просто сосредоточиться на своей практике. Но в то же самое время буддист должен быть сострадательным, он должен всем сострадать живым, иметь мету. И вот как это сочетается? С одной стороны не вовлекаться, с другой стороны сострадать. Не совсем понятно. Если вы отловите кучу буддистских учителей и всем зададите вот этот вопрос, конкретно с примером, да, вот вы идете по улице и видите, как какие-то нехорошие люди избивают ребенка, что вы будете делать? То вы получите очень разные ответы. Кто-то скажет, что надо пройти мимо, иметь сострадание ко всем участникам этой ситуации, к избивающим, к ребенку, но тем не менее пройти мимо. Кто-то скажет, что нужно попробовать разрулить эту ситуацию мирным путем, ни в коем случае не вовлекаться в конфликт, а наоборот постараться этот конфликт угасить. Вот это будет истинное состояние, сострадание. Кто-то, возможно, скажет, что истинный буддист должен кинуться под палки сам, закрыть ребенка и кинуться под палки, имея сострадание к избивающим тоже, потому что так получится, что ребенка спасли, но избивающих тоже спасли, потому что буддист-то сам кинулся, а ребенок не кинулся. Но найдются и такие, кто скажет, что надо взять палку поувесистее и хорошенько отдубасить избивающих, и что вот это будет сострадание. Почему? Потому что ребенка спасли, и если вы очень усердно отдубасите сострадающих, то их вы тоже спасете, потому что они после этого не смогут никого избить. Правильно? Тоже сострадание. И вот интересно, что все из этих воззрений, которые я перечислила, абсолютно все, могут быть подтверждены примерами из канона, потому что канон очень большой. Какой для себя выбрать? Это уже ваше личное дело. Я бы сказала, что, на мой взгляд, тут нужно смотреть именно из своих индивидуальных реакций. Для кого-то может лучше мимо пройти, потому что лучше не станет, будет только хуже. Если вы слишком вовлекаетесь в ситуацию, если вы не способны в нее входить хладнокровно, состраданием, а непременно распаляетесь и кидаетесь на всех с кулаками, то, может быть, действительно лучше просто проходить мимо. То есть буддизм это учитывает такой вариант, но однозначным он не является. Так, идем дальше. Что конкретно входит в в рутину практикующего буддиста? Как начать практиковать на раннем и более продвинутом уровне? Это очень сильно зависит от направления, которому вы принадлежите. Настолько сильно, что говорить в общем у меня лично не получится. Я не знаю. В рутину практикующего буддиста может входить медитация, чтение сутр, практика нембутсу, даймаку и всякое другое. Могут входить эзотерические практики, которые, опять же, вам может только дать ваш учитель. Поэтому я бы сказала, что если вы хотите практиковать, вот начать практику прямо сейчас, никуда не обращаясь ни с кем, не взаимодействуя, просто самостоятельно, то начните читать сутры. Это просто беспроигрышный вариант. Начните считать сутры и потом, если вы хотите уже более продвинутый уровень, то тут, увы, в одиночку я не рекомендую. Я рекомендую найти кого-нибудь хотя бы каких-то людей, с которыми вместе можно заниматься практикой, может пойти в какой-нибудь храм и там уже решить, что дальше. Вот. Это краткий ответ. Следующий вопрос. Как так получилось, что некогда религиозный народ стран Китая, Кореи и Японии стал скорее атеистами? Да, монашества и храмы все еще есть, и миряне-буддисты тоже, но их процент стал сильно меньше относительно атеистов. Как получилось, что христианство и ислам более крепко укоренились именно у мирян? Так, ну для начала, насчет того, что они стали скорее атеистами, я не согласна. Я не буду говорить про Китай и Корею, пусть об этом говорят китаисты и кореисты, я буду говорить про Японию, но в Японии вот этот результат, который любят приводить, что, мол, по-моему, там 60 процентов японцев считают себя атеистами, это результат очень криво составленных опросов, которые, на мой взгляд, исходят из такой, ну как бы это сказать, монотеистического понимания религии, когда просто берется христианство, давайте откровенно говорить, и натягивается как сова на глобус, на все остальные варианты. Почему так делать нельзя? Почему это неправильно? Потому что в христианстве ты или верующий христианин, или ты не христианин. Не может быть никакого промежуточного положения, состояния, ты не можешь одновременно быть христианином и кем-нибудь еще, ты не можешь, будучи христианином, временами практиковать какую-то еще религию или, наоборот, будучи приверженцем какой-то другой религии, ходить иногда в христианские храмы, церкви. Это невозможно, это все является каким-то неправильным пониманием христианства. Но когда мы, опять же, говорим о политеистических религиях, когда мы говорим о том же буддизме, то это совсем иначе. Оно не выглядит все так. В той же Японии люди практиковали одновременно с буддизмом, ну скажем, синтаизм, да, там, щюгендо, всякое такое. И не видели в этом никакой проблемы на протяжении очень-очень длительного времени. Опять же, буддизм в Японии никогда не был идентичностью, да, важной идентичностью, которая отличает людей от других. Потому что, когда у тебя все вокруг тоже являются по факту буддистами, да, то есть похороны проходят по буддистскому обряду, все ходят в буддистские храмы, то какой смысл себя отделять от них, да, как-то утверждать, что я там буддист. Именно из этой ситуации у нас происходит то, что мы сейчас видим. Когда людей по факту к стенке прижимают и требуют ответа, вот кто ты, ты там, вот есть у вас религия, да, какой религии вы принадлежите. А человек не может этого сказать, потому что он просто не знает, может ли он себя считать буддистом. Если, скажем, он, да, ходит в буддистские храмы, у него на буддистском кладбище похоронены предки, он их навещает, он тоже будет похоронен по буддистскому обряду, может у него какой-нибудь амулетик купленный в буддистском храме, но делает ли это его буддистом? А кто его знает? Делает, не делает? Хорошо. Или он может себя считать синтоистом? А может ли он себя считать синтоистом, ну, скажем, потому что он ходит каждый год на хацумодо, да, 1 января в храм? Может, участвует в праздниках каких-нибудь, опять же тоже время от времени там молится за что-нибудь. Вот можно себя по этому поводу считать синтоистом. С точки зрения японца это неоднозначно, поэтому японец, если, опять же, подребовать у него ответ на этот вопрос, он вам, скорее всего, скажет, что я не особо религиозен, щукио-мотте-найтом, типа, ну, нет, у меня религии. Но по факту этот человек будет задействован в религиозных ритуалах, он во что-то верит в конце-то концов. И вполне возможно, что эта вовлеченность в ритуалы, да, она будет выше, чем у среднестатистического европейского христианина, который, да, вот будет, скажет, конечно, я там, не знаю, православный католик, но на самом деле в церкви бывает примерно столько же, сколько японец, даже меньше, возможно, какие-то религиозные догматы не соблюдает, не постится. Примерно, ну, на одном уровне. Так что здесь я бы не стала считать японцев атеистами. Я бы сказала, что религиозность у японцев есть, она просто не совсем такая, как мы привыкли. Ну, и, кстати, если уж на то пошло, то христианство, я уже не говорю про ИСВАН, в Японии вообще не укоренились. Христиан один процент где-то только. И это несмотря на то, что христианство в Японии уже сколько присутствует, да, и даже с эпохи мэйджа не запрещено. Но в Японии очень сильно христианские организации вкладывались в образование, на всякие волонтёрские там мероприятия, во всё. То есть христианство вроде присутствует, и присутствует в Японии очень-очень видимо, осязаемо, но в то же самое время христиан мало. Почему? Да по той же самой причине. Потому что люди просто не видят смысла, если даже им это всё нравится, если они даже иногда любят ходить в церковь, они не видят смысла называть себя христианами. Если видят, то называют, кстати сказать. И вот тот самый один процент христиан в Японии, это реально очень-очень верующие христиане. Но, кстати, если на то пошло, то тот процент людей, которые себя однозначно называют синтоистами или буддистами в Японии, у меня нет никаких подтверждений, но у меня есть теория, что это скорее представитель НРД, новых религиозных движений. Потому что для них это очень важно. Если человек принадлежит к какой-то общине, то у него уже есть обязательство перед этой общиной хотя бы называть себя членом этой общины. Если, например, человек является членом Сока Гаккой, то, конечно, если его спросить, какая у вас религия, он ответит, я буддист в первую очередь. То есть он даже потом может ответить, какой буддист, Сока Гаккой, но в первую очередь он буддист, он это ответит. Потому что ему это важно. А среднестатистическому японцу это абсолютно не важно, хотя, конечно, по факту он является буддистом и еще и, скорее всего, синтоистом. Вот так. Так что я не согласна с тем, что японцы атеисты. Они ни разу не атеисты. Следующий вопрос. Какое в буддизме отношение к женщинам? Изначально Будда не давал разрешения на женское монашество и у женщин-монахинь больше всяких лишений и запретов. Также я не видела женщин-лам, хотя вроде как они могут ими становиться. Помимо этого, по разным канонам женщина не может стать Буддой до тех пор, пока не переродится в мужчину. Таравада. Будда довольно быстро дал разрешение на женское монашество. Да, как бы, судя по, опять же, с утром у него были в этом плане сомнения. Но они касались неспособности женщин достичь посветления. Они касались именно вопроса существования санхи, то есть, скажем так, социального, да, социального аспекта. Потому что если в санху допустить женщин, то это очень большой, очень такой крутой шаг, который до него не делал по факту никто. И тем не менее он сделал этот шаг, он допустил женщин. И да, впоследствии пришлось дать еще кучу там всяких лишений и запретов касаемо только женщин. Кстати, для мужчин тоже появилось какое-то количество запретов, обетов, которые исходили из того, что в санхе были женщины. То есть, они касаются исключительно мужчин, но не касаются женщин. И все это в основном делалось для того, чтобы все социальные приличия были соблюдены. Чтобы не было такого, что буддийскую общину считают какой-то особенно развращенной. Так, насчет женщин лам, я знаю, что женщины могут становиться ламами, но по-моему, вот я не знаю, как в плане тибетской традиции, я знаю, что по крайней мере в западных традициях ламы есть, есть ламини, да, то есть женщины. Но, честно, я не специалист по тибетскому буддизму, я здесь не могу особо рассказать насчет того, возможно это или нет. По поводу того, что по разным канонам женщина не может стать буддой до тех пор, пока не переродится в мужчину. Ну, это не только в Траваде, есть подобные вещи в Махаяне, но, честно говоря, это тоже такой, как бы это сказать. Ну, смотрите, канон, он очень обширный, он очень большой, и он не создавался в какую-то одну точку времени, да, он создавался понемножку. И вот я придерживаюсь мнения, что какие-либо части канона, которые утверждают, опять же, не только по женщин, а неспособности кого-либо там достичь просветления, они были реакцией на существующее положение дел именно в этот конкретный момент времени. Ну, скажем, если у нас была женская сангха в какой-нибудь отдельно взятой стране, а потом у нас власти заявили, что все, женщинам больше нельзя стричься в монахине, это какой-то разврат, они должны быть там жены-матери. И по факту у нас сейчас женщины не могут стать монахинями. Женской сангхи в стране нет, ее не осталось. А что вы можете в таком случае, если у вас, опять же, вот вы следуете Тхараваде, и вы считаете, что для того, чтобы достичь просветления, стать Буддой, нужно непременно стать сначала монахом, а женщина не может стать монахиней, то, конечно, единственное, что вы можете предложить женщине, это приходи попозже, когда станешь мужчиной. Все, никаких других вариантов нет. Но сейчас, конечно, это уже не так. И, честно говоря, ну, я не считаю очень умными тех людей, которые по-прежнему этого придерживаются. В буддизме их, ну, хватает, они есть. Но мне это кажется довольно глупыми воззрениями, потому что по факту женщина может в наше время все то же самое, что может мужчина. Если вам кажется, что женщина не может достичь просветления, то тогда как-то получается, что просветлением вы собрались достигать с помощью пениса. Ну, это совсем не соответствует канонам, правильно? Так что я считаю, что руководствоваться этими моментами лучше не стоит. Даже если вы их нашли в каноне, прочитали, ну, почитайте что-нибудь другое с канона. Тем не менее, в буддизме отношения к женщинам разные. Опять же, буддизм – это очень широкое понятие. В каких-то традициях у женщин фактически те же самые права и возможности, что и мужчин. В большинстве все-таки нет, и женщины в какой-то степени все-таки поражены в правах. Но это исходит из того, что до последнего времени мы с вами жили в таком жестком патриархате. И это, конечно, на все влияло, в том числе на религии. Религии, к тому же, как правило, довольно консервативны, и буддизм это тоже касается. Что нам, как женщинам, с этим делать? Я бы сказала, что ничего, поддерживать своих и доказывать своим собственным примером, что можем. Я обычно, когда мне кто-нибудь говорит что-то из разряда «ты женщина, ты просветления достичь не можешь», говорю «угу, встретимся в Нирване, посмотрим, кто быстрее». Все. И последние два вопроса от юзера с никнеймом «Текст». Пара вопросов по истории религии. Интересует, какова была роль Каннущи в феодальной системе раньше, в период Эда, например, в японском обществе сейчас? Мысливость ли синтаистское духовенство, как отдельное сословие со своими правами и привилегиями, и занимавшееся именно поклонением Ками, особо не смешивает с другой деятельностью? Или это чаще были атрибуты государственных должностей, подобно римскому обществу? Из попадавшихся мне источников я заметила, что духовенство, как отдельно других сословий, влиятельная часть общества, в Японии упоминается именно буддистское, а о синтаистском практически не пишут. Есть причина, почему о синтаистском практически не пишут, потому что мы о нем очень мало знаем. Почему мы о нем мало знаем? Потому что в мейджи, как вы знаете, во время реставрации мейджи досталось, конечно, буддистским храмам, но синтаистским храмам, пожалуй, досталось еще сильнее. Очень много синтаистских храмов было уничтожено, а в других были почищены документы. Почему это происходило? Потому что синтаизм по факту строили заново. Синта собирались установить как государственную религию, оно к этому было не очень приспособлено. Поэтому то, что мы имеем сейчас, вот тот синтаизм, который мы имеем, он, во-первых, имеет очень многие черты конфуцианства, потому что занимались этим по факту конфуцианцы, и вообще, ну скажем, приведен к какому-то знаменателю, который ему ранее не был свойственен вообще. Что мы знаем о синту до мейджи? То есть вот, ну хотя бы в том же период эда. Мы знаем, что было очень по-разному. Во-первых, есть свидетельство, что довольно велика была роль женщин, что вполне логично, и даже еще в эда этого было очень много. А вот потом в мейджи фактически роль женщин в синту свелась на долгие-долгие годы, до подметания и танцевания, а участия в каких-либо серьезных ритуалах не было. Опять же, нет никаких однозначенных доказательств, что существовало какое-то отдельное сословие, именно канущи. Да, канущи могли быть аристократами, могли быть родственниками императора, членами императорской семьи, но в то же самое время они могли быть просто самыми обычными людьми, которые поколениями, какая-то семья поколениями живет на одном месте и выполняет в том числе обязанности канущей. Такое тоже было, и такое, кстати говоря, есть и сейчас тоже. Я бы сказала, что сейчас как раз благодаря реставрации мейджи у нас есть хоть какая-то система. И сейчас у нас те же канущи получают образование религиозное, получают лицензию. Но по-прежнему, чем дальше от столицы, чем дальше в какие-нибудь традиционные общества деревенские, тем больше мы видим людей, которые просто были призваны, то есть почувствовали, что да, вот им нужно идти в такое-то святилище и там выполнять роль канущей. Или опять же потомственно просто занимаются всем, занимаются это, допустим, святилищем на протяжении уже многих-многих поколений, хотя по факту это, конечно, не является их основным доходом, они еще что-нибудь делают по жизни. Чаще всего они фермеры, какие-нибудь возделывают землю там, ну и заодно занимаются каким-то цветищем, которое находится на их территории. Но бывают и другие варианты, самые-самые разные. Есть даже довольно мейнстримная теория Курода Тощио, что на самом деле самостоятельного синта вообще не существовало, фактически. Оно было всегда в синкретизме с буддизмом, но я немножко скептически к этому отношусь. Я думаю, что все-таки оно существовало, но существовало, скорее всего, в основном в виде такой народной религии, которую потом попытались аж размазать на целую государственную религию. Но как получилось, мы сейчас можем наблюдать. Следующий вопрос. Хотела спросить, был ли в Японии институт оракулов, и если да, то сохранился ли он где-либо сейчас? Заранее благодарю за ответы и желаю процветания вашему каналу. С нетерпением жду новых видео. Спасибо большое. Да, институт оракулов в Японии есть и сохранился. И можно выделить два вида института оракулов. Первый, это более привычный, это когда у нас один человек всю свою жизнь, ну с какого-то момента своей жизни, выполняет роль оракула. Как правило, это женщина. Какая женщина? Ну это разный вариант. Например, вот в Ауморе до сих пор существуют итаку, слепые жрицы, слепые оракулы, да, вот они как раз связываются с духами, с миром духов, потому что они слепые, им это делать, очевидно, проще. Но есть еще куча всяких разных вариантов. Есть оракулы даже в новых религиозных движениях тоже, очень похожие на классические, да, то есть тоже, как правило, женщины, тоже связываются с духами, как правило, выполняют еще всякие ритуалы. Так что да, это до сих пор существует, это живая традиция. Но есть еще один вариант, и вот он как раз уже практически исчез, да, скорее всего исчез, но оставил после себя интересный след. Этот вариант, это такой ситуативный оракул. Это когда мы назначаем кого-то оракулом на короткое время. Как правило, это ребенок. Как правило, это просто вот брали одного ребенка, водили его в транс посредством там танцев, песен. Обычно вокруг него хоровод водили и пели что-нибудь, танцевали. Вот такой вот метод. И потом спрашивали что-нибудь важное, чего хотели добиться от духов. Вот этот метод, по-моему, уже вообще исчез. По крайней мере, мне не встречалось его упоминаний, уже начиная со второй половины XX века. Но остались игры, которые, очевидно, появились из этого ритуала. Там всякие жмурки, хороводные игры, когда там дети за руки ходят, взявшись и поют, а кто-нибудь стоит в центре. Вот это, по всей видимости, изначально имело функции общения с оракулом, то есть введение человека в транс, чтобы он что-нибудь там говорил через себя, пропускал слова духов. Ну, вот такая вот тоже была традиция интересная. Ну что ж, я надеюсь, я ответила на ваши вопросы достаточно исчерпывающе. Я напоминаю, что любые вопросы можно задавать в комментариях, можно идти на мой телеграм-канал и на Камона, он есть в описании. Там мы тоже общаемся, там я тоже отвечаю на ваши вопросы. Так что, пожалуйста, пишите, будем общаться. Большое спасибо, что вы с нами. И я надеюсь, нас будет становиться только больше и больше. Обещаем больше видео, больше тем. Спасибо, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok